Хышки, ребятки, с вами Лекс, и мы сегодня с вами поиграем в игру под названием Dark Deception, и это прикольная игра, вышла она недавно, она находится сейчас в бесплатной версии в стиме, можете скачать, попробовать, поиграть и ощутить то же самое, что ощутил я на этом видео. Да, увидел я эту игру от GMD13, и мне понравилось, и мне понравилось. Dark Deception. Короче, здесь нужно будет бегать от мартышек, по крайней мере в первой главе, не знаю, будет ли вторая глава, доступна ли она в данный момент. Всё кончено. Теперь моя ошибка... Чё? Моя... фейт, это что такое? Моё проклятие in the dark? Моё проклятие в темноте? Или чё это такое? Это бирс какая-то, хорошо, здравствуй. О, ещё один. Так, ээээ... Опять составить мне ещё компанию. Эээ, иди сюда. Я хочу на тебя посмотреть. Ну, короче, понятно. Ничего интересного она мне не говорит. Но она вводит в курс дела, видимо, то, что я как один из подопытных, то есть я не один такой здесь. Ну, прикольно. Прикольно, то есть... В микрофоне и всё. Давай, я хочу приступить к делу. Я хочу приступить к делу, хватит. Хватит меня докапываться. Смотри. Ээээ... Балрум, Берсик. Вот это Балрум. То есть... Я не знаю, что значит Бал. 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 Бальная комната. Короче, она говорит мне что-то найти. А это будет находиться вон там вот. Да, и если мы будем проигрывать, короче... Типа мы будем повторять это. Раз за разом. Она выглядит старой, на самом-то деле. Я не знаю, почему. Может быть, её седые волосы так старят, а может быть, текстура лица. Я не знаю, почему. Издалека, мне кажется, вообще, как будто старуха какая-то стоит. А поближе подходишь, вроде бы, не такая уж и старая. Так, ну ладно. Вперёд. Бегать на shift. Вот такая вот комната с обезьянкой. Графика, кстати, очень даже приятная. Очень даже приятная. Я так понимаю, вот это всё главы, которые у нас будут выходить. И скорее всего, первая глава будет бесплатная, а дальше уже, видимо, нет. Я так думаю, по крайней мере. Ну, было бы правильно, со стороны разработчика, привлечь сначала какую-то аудиторию, а потом уже эта аудитория... Ой. Потом уже аудитория будет покупать игру. Ой-ой-ой. Окей. Ну, немножко так. Жутковато. Манки бизнес. Обезьянь и бизнес. Окей. Прикольно. Какой-то отель. А! Ты чё, офигела бы, обезьяна? Вон, обезьяна какая-то. И чё, она на меня нападёт? Мне к ней нужно? А! Ты чё, тупая, что ли? Чё орёшь? Страшно же. Откройте лифт уже. Атмосферненько, если честно. И выглядит всё довольно-таки круто. Видишь, всякие картины висят с обезьянами. Всё, лифт приехал. И обезьяны уже нету, она уехала. Окей. Заходим в лифт. И с этого начинается как раз-таки наша задача. Едем наверх, говорит. Да, лифт здесь, конечно, непростой. Как думаете, чё это за цифры такие? На каком-то... Ой. Здрасте. Это какой-то камень души, который мы видим в центре. Короче, нужно найти все части для того, чтобы закончить это. Я так понял. Собрать их по этой карте. И ещё одна вещь. Ты здесь не один. Монстры будут здесь. О, господи. Да, и тебе понадобится эта штука. А, то есть я могу прям с ней бежать, а могу её выкинуть. Не, я буду с ней бежать хочу. Окей. Ну чё, начнём вечеринку, говорит она. Я не знаю, что происходит. Но мне сказали, что я не один здесь. Я кого-то слышу, ребят. А! За мной кто-то бежит! Дерьмо. Это ни хрена не смешно. Это ни хрена не смешно, слушай. Э! Он рядом со мной! Дерьмо, суное. Страшно. Я его даже не вижу. Я боюсь, что я обернусь, и он меня сразу поймает. Нафиг мне это надо. Такое чудо, да? Такое безобразие. Смотрите, здесь есть какая-то фигня. Я не знаю. Наверное, местон. Они в стане находятся. А смысл этого? Стана. Сто шарбов я собрал. А я могу ещё дверь открывать? Я в ловушку сейчас загнал. Я боюсь. Сейчас выскочит откуда-нибудь и всё. А я здесь, кстати, уже бегал. Блин, надо было сюда. Я слышал, он бежит. А! Охренеть, не встать. Так, куда бежать-то? А! Господу! Я чуть не... Жопа! Вы серьёзно? Это ж нифига не смешно. Фух, а что она здесь делает-то? Это обезьяна. Окей, 124 шарда осталось. У меня, оказывается, три жизни, а не одна. Ты прикинь? А! Всё. Меня поймали. А! Нет! Но это не смешно, ты! Обезьяна недоделанная. А что я должен был сделать? То есть у меня способностей никаких нету, получается. Как я должен был выжить? Или я должен к этой штуке вместе с этими шардами подойти? А прикинь, если да. Ну всё, меня поймали. Они с трёх сторон находятся. Вот в чём проблема. Они с трёх сторон. Короче, они не с трёх сторон, просто их много. Я вот сейчас бежал, и я не понимал, что нужно сделать. Окей. Страшно, пипец, когда они из-за угла выпрыгивают. Ты даже не ожидаешь, что он там будет. Окей, давай, давай, давай. Это мы уже видели. Бен, падай. Страшно очень. Сейчас опять обезьяна это. Сейчас опять ждать. Не даёт подбежать, к ней, прикинь. Да, Лив, ты уже открой мне. Короче, я понял. Скорее всего, нужно было к этой штуке бежать с шардами. Возможно, бы мне что-то за это дали. Я понятия не имею, как это делается. Мы сколько тогда нас собирали? Сто с чем-то получается, да? 150 шардов. Прикинь, да, это много на самом деле. То есть, возможно, после того, как я их насобирал, мне бы это дало какой-нибудь буст, скорость, ещё что-нибудь. Либо возможность того, чтобы, типа, я скинул бы шарды и открыл бы дверь. Или портал какой-нибудь. Или ещё что-нибудь, я не знаю. Ну, жутковато играть, жутковато. Так, я приехал. Он за мной бежит. Понятно. Ну всё, я проиграл. Выиграть невозможно. А я могу в дверях прятаться или что-нибудь? А! Господи! Я задумался. Мне, видимо, с этими шардами нужно бежать обратно. Давай попробуем. Мне кажется, я могу в дверях прятаться. Чё, не в дверях. В этих комнатах. Открывать эти двери. Ну, страшно пипец, вы бы знали. Я что-то красное вижу. Смотри, красный шард. Enemy is relevented. Я не знаю, что это значит. Это, наверное, значит, что-то страшное. Чё, за мной никто не бегает? А, я их вижу на карте или что? Я не понимаю. Я их вижу на карте, ребят. А я всех вижу на карте? Или определённое количество? Вот даже не понимаю я. Далстан? Или что сейчас было? Ну, вроде бы, в прошлый раз мы поднимали эту же фигню. Мы давали стан. До мной кто-нибудь бежит? А, вон они бегают. Окей. Страшно. Ну, мы сейчас их видим на карте. То есть, это намного легче стало играть. Как ни крути. Го, смотри, сюда подбежим. Пробуем с этой штукой что-нибудь сделать. Не, нифига. Я не угадал. То есть, в любом случае, нужно собирать шарды. Как ни крути. Блин, они близко. Сто шардов осталось. Ну, меня испугали. Меня уже испугать успели, в принципе. Это самое главное. Ну, сейчас легко стало. Я успел убежать. Да, успеваю. Просто я думал, сейчас этот круг буду делать, и меня поймают за этот момент. Ну, не. Когда обезьян видно, ребята, это становится вообще изи. То есть, находишь этот красный шард, и все. И победа. Здесь даже не надо смотреть, получается, вперед вообще. Никуда не нужно смотреть. Смотришь только на карту исключительно. 99% времени смотришь только на карту. Нет, он становится намного проще, чем просто бегаешь и слушаешь, где они там бегут. Ты даже не знаешь, выбранут ли они сейчас или нет. Так, 49 всего осталось. Ну, окей. Я готов. Мне нравится музыка, да? Она такая, в принципе, не страшная. Успокаиваю еще больше даже. 250 шардов собрал. Успею пробежать. Как же близко эта макака. Как же чертовски она близко. Да? Это просто... То есть, 250 шардов это все шарды, которые здесь есть, да? Я так понимаю. Это как Пакман. Кстати, да, вот... Я вот что-что, но когда первый раз увидел вот эту вот миссию, я увидел здесь Пакман. То есть, собираешь вот эти вот штуки, за тобой в это время привидения должны бегать. Надеюсь, вместо привидения вот эти вот макаки. Довольно-таки неприятные макаки, между прочим. Нет! Я запутался. Я даже боюсь туда бежать, потому что мы погибнем. Надо сделать круг просто. Не месь с макаками мы... Нет, понятно. Там эти макаки, другие макаки. Все сговорились. Блин, как... Куда бежать-то тогда? Давай здесь пробежим, окей. Блин, они такое ощущение, как будто быстрее и быстрее становятся. Видишь, вот этот вот маячок на карте красненький. То есть, это я. И вот это вот фиолетовое, то, что нарисовано, вот эта вот дуга, это показывает направление шардов, где они находятся. Здесь мы все собрали. 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 Побежали дальше. Блин, они, видишь, обходят еще. Умудряются же придумать, как обойти. Они знают карту, они знают местность. Я-то не знаю. Так, окей. Здесь еще... Нам семь осталось, то есть вообще капельку. А, здесь все семьи есть как раз-таки. Да. Теперь осталось забежать. Е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е. Мне нужно в портал. Ой, вот в лифт. Там какой-то суперкрутой обезьяний босс пришел. Ой-ой-ой, чувак, иди отсюда. Пошел ты нахрен. Не, вот это если способности бы не было, ребят, мы бы тут с вами, я думаю, не один бы день потратили для того, чтобы проходить эту миссию, то есть которая показывает, где обезьянки находятся. Пошли в жопу обезьяне морды. О-о-о-о. ССС. И секреты я не нашел. Видишь, здесь секреты какие-то еще, оказывается, были. А секреты, скорее всего, нужно было в дверях как-то прятаться, скорее всего, и что-то там делать. Мне так кажется. То есть я получил Ашечку, это получается. С это идеально, Ашечка это пятерочка. То есть пять. Ну офигенно, слушай, неплохо мы прошли. Три жизни у меня, получается, осталось. И мы здесь еще, видишь, какой-то уровень получаем. Вот я понятия не имею, для чего этот уровень. Но, видимо, он как-то будет влиять в будущем. А может быть и сейчас уже влияет. Ну и что ты мне хочешь сказать, давай. Конечно, хорошо. Я сделал это, да. Угу. Это что такое? Глаз какой-то. Блин, нифига себе. Страшный чувачок. Она тебя использует и прочее, ну окей. Помоги ей, и ты обречен, говорит. Ну окей. Короче, у нас типа есть варианты, либо его слушать, либо ее, да? Но мне кажется, оба... Не особо... Добрые. Не стоит никому из них доверять. Ну понятно, мне это неинтересно. Complete the ring, говорит. То есть пройди какое-то кольцо. Заверши это кольцо. А кольцо, я так понимаю, это все вот эти вот миссии связанные. Ну то есть... Вот это все получается кольцо. Ну какие дела? Ну офигенно, мне очень понравилось. Я даже не знаю, что там будет дальше. Эй. Не поворачивай голову, у меня здесь нет. Она, блин, следит за мной. Смотри. У нас открылся второй этап, на котором вот такая вот страшная морда нарисована. Я вот понятия не имею, что это за страшная морда. Может быть это ты перевоплотишься, а? То есть... А мы играем за какого-то мальчика или, да, или девочку маленькую. То есть ростом мы ей как раз-таки по плечи. Ну окей, ладно. Погнали. Как она нас может обмануть? Такого маленького человечка. Охренеть. Финальный... Финальная глава Тубиконтина на Тенчарптер 2. Серьезно? И там будет еще страшнее. Ты посмотри на этот ужас. Продолжение во второй главе. Вторая глава, когда выйдет, ребят, пока что неизвестно. Но я так понимаю, дальше главы уже будут платные. Так это или нет? Ну, узнаем. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите в комментариях. Не забывайте подписаться в паблик-контакте. Ссылка в описании в шоп-канал. Это была игра Dark Deception. Всем спасибо за просмотр. И всем добра.